Открывается памятник народному артисту Советского Союза. В сквере на улице Фрунзе поселился замечательный режиссер. Бронзовый Ильдар Рязанов сидит на скамейке и будто приглашает всех желающих присоединиться к просмотру фильмов. Автор памятника – грузинско-итальянский скульптор Важо Микаберидзе. Над скульптурой работал 4 месяца, причем без предварительных эскизов. В основном это ручная лепка. Мастер признается, и эта скульптура далась нелегко. Не было легко. В общем, он меня немножко помучил, потому что работая над скульптурой, у меня всегда возникали вот эти его персонажи, там, Миронов, там, не знаю, Смоктуновский, все. И нелегко было. Но в конце концов, как бы, он подался. На торжественное открытие первого в России памятника Рязанову приехали его родственники. Вдова Ильдара Александровича Эмма Байдулина не понаслышке знает. У Рязанова с Самарой был совсем не служебный роман. Для Ильдара Александровича это было, ну, вот, то, что называется, счастье. Любил Волгу, любил набережную, любил вот эти просторы. Ну, вообще, воздух, все любил. Здесь все, все было прекрасно в Самаре. Конечно, это большая радость для меня, как для главы города, и для нашего замечательного города, для нашей Самары. Я уверен, что сюда будут ходить люди, воспитанные фильмами. Ильдара Александровича водить детей, а может быть, кто-то и внуков, и делиться вот теми хорошими, добрыми вещами, делами, о которых Ильдар Александрович рассказывал в своих фильмах. После рождения Ильдар Рязанов был в Самаре в течение месяца. Затем родители вернулись в Москву. Следующий приезд в Куйбышев состоялся во время Великой Отечественной войны. В эвакуации Ильдар Рязанов провел год. И это время осталось в памяти кинорежиссера на всю жизнь. Он мне много рассказывал про жизнь в Куйбышеве тогда, про то, как он ходил на музыкальные спектакли, в Большой театр, в Эперетто. Он Сильву смотрел раз в 17. И это оказало на него влияние, то есть его любовь к музыкальной комедии идет отсюда и коренится здесь, в Самаре. Памятник стал частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о рязановских фильмах и знаменитом земляке. А вот секреты самарской жизни режиссера раскроет комната, где жил Рязанов. Два окна и комната в 20 метров, разделенная шкафом. Скоро здесь откроют музей и все установят до мельчайших деталей. Музей откроют в 120-м доме на Фрунзе. Сейчас здесь в разгаре ремонт. Для экспозиции часть экспонатов предоставила семья Рязанова. Также раритетные вещи того времени приносят для будущего музея самарцы. Восстановленная комната и комната, посвященная жизни запасной столицы, разместятся на первом этаже. То, что касается каких-то элементов, связанных с атмосферой запасной столицы, то как раз мы скрываем для атмосферности этого, для восприятия этого времени, открываем частично несколько стен кирпичных, существующие кладки. Создает такую брутальность того настроения. То, что касается вторых-третьих этажей, то есть, конечно, мы тоже максимально внимательно относимся к существующим конструкциям, то есть используя ее потенциал. Планируется, что музей Ильдара Рязанова откроется в Самаре в 2018 году. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.